Сейчас вообще очень малая вовлеченность людей в процесс взлома. И именно по этой причине невозможно найти того, кто взломал сайт. Потому что это взламывает не человека, это взламывают боты. Процесс настолько автоматизирован, что хакеру достаточно задать некие параметры сайтов, которые ему нужны, чтобы взломались. Он нажимает кнопку и уходит в пить чай. Приходит через, условно, 3 часа, у него есть выборка сайтов, которые уже взломаны. И там уже есть адреса загруженных хакерских скриптов, и он может их уже как-то использовать. Он может эту базу продать, он может ее использовать по своему усмотрению, может что-то там разместить вирусы и так далее. То есть это сервисы, это уже не люди взламывают. Штучно уже никто не взламывает сайты, сейчас уже десятками, тысячами сразу валют. Поэтому да, есть даже сейчас сервисы, которые позволяют оформить подписку на взлом. Ну то есть, как вот сейчас есть сервисы, которые позволяют оформить подписку на какую-то бухгалтерию, также вот люди могут купить себе, скажем, месяц работы хакерского бота какого-то, который будет ходить по сайтам, из гугла выгребать список сайтов потенциально уязвимых каким-то определенным видом атак, проводить эти атаки, и отдают уже результат в виде доступа к сайтам. То есть такое существует сейчас, и активно уже используется. А что касается атак, их на самом деле можно разделить на две группы. Одна группа очень большая, а вторая группа малочисленная. Большая группа это нецелевые и нетаргетированные, по-другому их можно назвать, атаки. То есть это атаки, можно назвать их по-простому на удачу. Хакеры не знают, какие сайты они взламывают. Им на самом деле не интересно это. Им интересно получить ресурсы хостинга от этого сайта. То есть зачем? Допустим, хакерам нужно разослать большое, ну, несколько тысяч письм. У него есть два варианта. Арендовать некий сервер специальный, заплатить деньги и на этом сервере организовать почтовую рассылку. Второй вариант, он может взломать тысячу сайтов на WordPress, загрузить туда спам-рассылщик и через них рассылать спам. Второй способ для него почти бесплатный. Поэтому сейчас популярна очень схема, когда ресурсы хостинга получаются путем взлома сайтов, которые содержат публичные уязвимости. То есть для хакеров это ничего не стоит. Ну, там, оплата счета за электричество. Поэтому подавляющие большинство атак, которые мы наблюдаем и которые вообще существуют сейчас, процентов 90, это нетаргетированные атаки. То есть если ваш сайт взломали, то, скорее всего, вы попадете вот именно в эту выборку 90% и вы попали под раздачу случайно. То есть ваш сайт по какой-то причине, там, в Гугле в том же самом, попал в хакерскую выборку и содержит, допустим, уязвимость WordPress и Google. Ну, там, неважно, даже коммерческие CMS содержат тоже уязвимость. Поэтому... Почему Google, я говорю? Потому что в Гугле есть специальный язык мета запросов. И можно, допустим, сформировать запрос Google, чтобы он показал все сайты, у которых установлен плагин такой-то версии. И он, например, выдаст вам список сайтов, которые содержат вот именно конкретно эту версию плагина. И остается только собрать список этих сайтов, чем, опять же, занимаются специальные сервисы. И по этому списку пройти и попытаться проэксплуатировать ту уязвимость, ради которой вы собрали этот список. Соответственно, процентов 30 будет пробив по этой базе. То есть 30% окажется взломано. Собственно, так они и работают. То есть загружается некая информация об уязвимости. По этой информации производится поиск кандидатов на взлом. И дальше по этим кандидатам на взлом проходит специальный бот, который взламывает эти сайты. Ну, или пытается хотя бы взломать эти сайты. Загружает туда специальный скрипт Backdoor, который позволяет на этом сайте закрепиться и дальше уже что-то делать, наверное. И выдает некий отчет, который говорит о том, что, собственно, вот есть такая база взломанных сайтов. Поэтому вот это важно понимать, что 90% сайтов взламываются на удачу. И это не какой-то заказ конкурентов, или это какая-то целенаправленная атака. Потому что в основном вот к нам приходят люди, там, ну, это может быть даже серьезный какой-то проект. У нас даже банки были, которые, ну, такие они не очень крупные банки, почему-то сайты были сделаны на джумле у них. Но, тем не менее, их взламывали, и они считали, что это заказ конкурентов. Хотя, на самом деле, по анализу оказывалось, что это просто взлом через некую публичную уязвимость в той же самой джумле, которая позволила без всяких проблем проникнуть туда на сайт. Вот. А вторая группа, она малочисленная, и это как раз взлом по заказу, или это какая-то прицельная атака хулиганов. Вот. Это уже процентов 10. И здесь, как вот их вообще различать? То есть, как мы понимаем, в первую очередь, без детального анализа, что сайт был взломан в результате не целевой атаки, или целевой атаки, а по последствиям, которые мы наблюдаем. Если, допустим, сайт взломали, и с него начинает идти спам-рассылка, или он начинает перенаправлять посетителей на какой-нибудь, там, западный сайт, или размещается на нем 50 тысяч спам-страниц для продвижения других ресурсов, то с большой вероятностью можно утверждать, что сайт взломан именно по нетаргетированной атаке, ну, в результате нетаргетированной атаки, не целевой взлом. Если на сайте появляется шпион, который, например, сливает клиентские запросы, были такие случаи, когда, ну, пример простой, есть сайт таксопарка, и там есть форма заказа такси. И получалось так, что каждый второй заказ уводился конкурентом этого вот таксопарка. Анализ выявил наличие шпиона, то есть, каждое второе письмо просто отсылалось на другой имейт, и, естественно, это целевой взлом, потому что нет смысла взломать его ради ресурсов кости. Здесь уже понятно, что воровают клиентскую базу. Поэтому по косвенным каким-то признакам можно определить, какая категория взлома у вас. Если взлом целевой, то имеет смысл попытаться найти, как это сделали, и там заказчика. Хотя шансов очень мало, на самом деле. Очень мало шансов, и надеяться на то, что вот у вас есть IP-адрес взломщика, и по нему можно найти человека, который это сделал, он почти нулевой. Именно это, кстати, один из аргументов, почему растет число киберпреступлений, потому что в основном они все остаются безнаказанными. То есть, надеяться на то, что вы найдете автора вот этого взлома, очень мало. Что касается нецелевых атак, то здесь просто это как бы вам урок. То есть, если вас взломали в результате нецелевой атаки, значит, у вас какие-то публичные уязвимости, и сайт, на самом деле, совсем незащищен был. То есть, его даже боты смогли взломать. А вот средний продвинутый программист зарабатывает больше, чем средний, настолько же продвинутый, чем зарабатывает больше? Ой, программисты, вместо ханкеров, извините. Ну, здесь вопрос, на самом деле, такой он с подвохом. Я не знаю. То есть, у меня нет информации детально по зарплате хакеров. Я знаю, что есть группы, которые зарабатывают как минимум сотни тысяч долларов. Вряд ли столько зарабатывают программисты. Да, это вот та самая темная сторона, которая привлекает многих молодых людей, в том числе, потому что здесь легкие деньги, здесь безнаказанность и, соответственно, открытость информации. То есть, можно подчеркнуть эту информацию в открытые источники, зарегистрироваться на форуме, почитать, как это делают другие, повторить, и, скорее всего, получится. Вот. Ну, обратная сторона в том, что не страх ловит. Если человек начинает злоупотреблять этим, скорее всего, он где-то засветится, его поймают. Ну, вот. Тем более, сейчас тенденция такая, что начинает все-таки, ну, законодательство наше в плане киберпреступлений более-менее подтягивать под, то есть, законодательная база под текущую ситуацию подстраивается. Потому что раньше было так, что вообще нельзя было засудить за что-то. Сейчас, наверное, можно наказать хакеров, там, уже по 272-й, там, 273-й статьи. Вот. То есть, отвечая на ваш вопрос, ну, да, они вообще, говоря, в среднем зарабатывают больше. Ну, если это можно назвать заработком. То есть, это кража, воровство, это преступление. То есть, на нем можно... Да. По поводу векторов атак, можете что-нибудь рассказать? То есть, вы уже сказали, что это CMS. Да. А все-таки есть другие? Да, могу, конечно. Смотрите, вот есть АВАС в ТОПС-10. По ним, в принципе, так вот и есть. То есть, если есть, скажем, возможность выполнить удаленное исполнение кода, и обычно это возникает в тех случаях, когда на сайте установлен плагин, позволяющий, ну, не фильтрующий входные параметры от пользователя. Допустим, есть форма, внутри которой пользователь вводит какие-то данные. И эти данные формы улетают в скрипту, и этот скрипт не проверяет, что ему передал этот пользователь. И, допустим, передает эту командную строку для генерации картинки какой-нибудь, или для отправки почты. В этом случае, возможно, удаленное исполнение кода, и хакер может закрепиться на этом сайте. То есть, создать файл или выгрузить свой хакерский шелл с внешнего сайта, с какого-то. Это первая такая основная проблема. Вторая проблема, которую мы часто видим, это произвольная загрузка файлов на сервер. Опять же, не проверяется, какой файл загружается на сервер. Сейчас очень модно делать обработку форм на Ajax. Кто знает, что такое Ajax? Это когда, ну, условно, без перезагрузки страницы, вы там нажимаете кнопочку, и все отправляется, и для вас это кажется, что вы вот здесь же на этой странице остались. Ну, там уходит запрос, приходит ответ, и что-то меняется в интерфейсе. Вот это вот экономит трафик штука, но обычно те, кто разрабатывает обработчики вот этих форм, они не смотрят, что не прилетело. Допустим, есть сайт, на котором человек загружает документ, ну, там, резюме свой отправляет, он, значит, нажимает кнопку «Выбрать файл», выбирает какой-то файл, нажимает кнопку «Отправить», этот файл вылетает на сервер, и вроде все хорошо, но хакер также может взять и свой скрипт хакерский туда отправить. Если на стороне сервера нет обработки, там, расширений, плюс содержимого файла, плюс там каких-то, там есть определенные сигнатуры, по которым можно определить вирусный файл, или, там, хакерский шелл, то этот файл кладется в определенную папочку, скажем, папочку «отлоуд», и дальше хакер может просто получить доступ к этой папке, если она открыта на, ну, открыта внешнему миру, то он может воспользоваться и для взлома. И инъекции различные. Инъекции могут быть база, могут быть файлы, все это делается, ну, то есть это самый популярный вектор атак, то есть через загрузку файлов, через различные, там, нефильтрацию выходных параметров, ну, через и инъекции. А в веках есть еще какие-то атаки? Ну, можно, скажем, бродфорсить доступ к сайту по FTP, по SSH, подбирать пароли, то есть это активный подбор пароля, с попыткой, скажем, по словарю подобрать какие-то известные комбинации, да? Можно как-то определить не ахишнику, если все, например, работает, то есть для явных банков и все, чтобы просто не использовать так страничку, но при этом, когда инструкция, который стал работать, например, не такая, ну, страшная, да, для работы, продажа, да, вот. Можно ли как-то не лезть в код, понять, например, в WordPress, да, что это все-таки слово подбором, потому что там в этих кодах исправляются? Да, хороший вопрос. Ну, наверное, нет. То есть очень сложно понять, где сломалось из-за хакеров, а где сломалось просто, потому что сломалось. Потому что та же белая страница, которая может просвечиваться вместо сайта, причин может быть миллион. У нас действительно очень часто задают такой вопрос, то есть приходит клиент и говорит, у меня там сайт начал медленно открываться, или у меня сайт начал открываться белым листом. Меня взломали, скорее всего. Ну, то есть это почему-то хочется романтики, то есть взломали у хакера, а им просто что-то сломалось, допустим, место там закончилось на диске. Поэтому без сканирования файлов не получится определить, что там случилось. Или без анализа журнала веб-серва, тоже невозможно определить, то есть нужна техническая какая-то экспертиза все равно. Хотя бы веб-мастера позвать и посмотрел, чтобы он там причины от ошибки. То есть есть журналы, в которых файлы, в которых пишутся ошибки. Там будет понятно хотя бы, ну, что является причиной этой ошибки. Потому что если закончилось место, там будет написано там, невозможно создать файл. Если взлом, тогда будет написано, что... Нет, там не будет написано, что это взлом. Если не так просто. Там будет кусочек хакерского кода, скорее всего, который мешает работе сайта. То есть там будет какая-то вставка, которой быть не должно. Вот открывается файл, а вначале там какая-то длинная строка зашифрованная. И эта строка может казаться мусором. А на самом деле хакер вставил ее для того, чтобы получить контроль над сайтом и что-то там сломать. Допустим, или перенаправлять тех посетителей, которые с мобильного открывают вашу страничку куда-нибудь на сервис платных подписок и зарабатывать на этом. Вот такое. То есть просто визуальным анализом содержимого файла можно, в принципе, определить, что что-то не так здесь. Но это, опять же, не всегда. Не обязательно. Для чего взломать сайты? Хотел спросить вас, на самом деле, не поздно. Перескажу просто. Содержимое. Первый, самый частый момент, для чего взламывают. Взламывают для того, чтобы получить бесплатные ресурсы хостинга. То есть хакерам нужно рассылать спам. Причем это не спам рекламы, как привычно его видеть в почте. Это спам, допустим, с вложениями вирусов. То есть вы получаете письмо, там приотачено PDF-класс, и написано «Ваша новая зарплата». Ну, или там, может быть, написано «Посмотри, где я тебя сфотографировал». Ну, что-то такое, что провоцирует вас на клик. Вы кликаете по PDF-ке или кликаете по Word-овскому файлу, открываете, у вас на Windows-е тут же трайвер. То есть это вредоносная рассылка писем. Или фишинговые писем. Допустим, приходит письмо, в котором написано «Для подтверждения прав на ваш домен разместите вот такой код в корневом каталоге вашего сайта». Доверчивые пользователи, веб-мастера начинающие. Все письма такие были письма, и они пересылают «Авансовый малейкул». Ну, да. То есть там встанет в вирусный код, и доверчивый мастер вставляет этот вирусный код своими руками, хаят. Естественно, хакеры потом берут и пользуются им. Такое может быть. Что еще? Продвижение коммерческих сайтов через черное SEO. Вы знаете, что такое SEO? То есть поисковое продвижение, чтобы сайт показывался в поисковой выдаче выше. Для того, чтобы он показывался выше, репутация сайта для поисковой системы должна быть выше. Чтобы этого достичь, ну, раньше, по крайней мере, это было очень популярно, ставят много ссылок из других сайтов на свой сайт, то есть синтекцитирование повышают. Сейчас это, конечно, не сильно помогает, но, тем не менее, до сих пор японские сайты, почему-то японские, продвигаются именно таким образом. То есть взламывается сайт, на него загружается порядка 30 тысяч спам-страниц в папочку. И эти спам-страницы, они, во-первых, между собой перелинкованы, то есть ведут ссылки друг на друга, и в конечном счете ведут на продвигаемый сайт. И вот эти 50 тысяч или 30 тысяч файлов, они, во-вторых, забивают диск, во-вторых, они забивают поисковый индекс сайта. То есть сайт ваш, вместо того, чтобы отображаться в Гугле или в Яндексе по некоему поисковому запросу, там мусор какой-то показывается, там японские иеробики. И причем удалить это достаточно сложно оттуда, потому что переиндексация сайта идет в течение месяца или днём, и все эти два месяца будет висеть вот этот вот поисковый спам, он называется. Что еще? Допустим, хакеру нужно своровать несколько тысяч паролей от Apple ID, от Google Mail, от Яндекс.Почты или чего-то из другого. Для этого существуют фишинговые атаки на людей уже. Создается страничка, или там, допустим, своровать банковские какие-то доступы. Создается страничка, похожая на некий сервис, ну, он вообще на самом деле один в один, вы его не отличите, если не смотрите в адрес сайта. И вам приходит письмо, вы по нему кликаете, открывается вот эта вот фишинговая страница, вы туда вводите логин, пароль, он улетает хакером. Поэтому, чтобы где-то хостить вот эти фишинговые страницы, взламываются чужие сайты, и там в каком-нибудь каталоге размещается HTML файл. Ну, и там картинки какие-то. Вот, то есть вот для этого. То есть хакерам нужны ресурсы хостинга, а, да. Ну, поговорить о ресурсах хостинга, наверное, я не первый, кто это придумал, но нужно же использовать ресурсы клиента, чтобы майнить, например. Да, вот это другой вариант, но это немножко другое, это скорее монетизация трафика, это второй пункт. Да, ну давайте вот на этом примере как раз. Кто знает, что такое биткоины? Да, вот эти биткоины, там, криптовалюта, для того, чтобы ее получить, нужно потратить некие вычислительные ресурсы своего компьютера, или, как делают хакеры, чужие компьютеры. Варианта два. Или они взламывают сервера и запускают на них процессы майнинга биткоинов, или там каких-то других криптовалют, или они сейчас модно это размещают на взломанном сайте, обычно на посещаемых сайтах, специальный код, который на компьютере посетителя начинает запускать процесс майнинга криптовалюты. Как это выглядит обычно для посетителей? Посетитель заходит на сайт, у него зависает компьютер, потому что 100% ресурсов процессора занято тем, что он майнинг биткоины, вместо того, чтобы там показывать страничку или что-то делать. Собственно, это вот монетизация трафика. Допустим, что еще может хакер делать с трафиком? Ну как он может на нем заработать? Перенаправлять всех мобильных посетителей на платные смс-подписки. Это называется вабклик редиректы. Это когда вы заходите на сайт, особенно это часто возникает на сайтах каких-нибудь не инстинкционных копий фильмов, или каких-то развлекательных ресурсов. Вы попадаете с мобильного, заходите через 3G-подключение, и вас перебрасывают на какой-то ресурс, где показывается, что вы можете оформить платную подписку на анекдоты, на видео какие-то, приколы. И это все стоит 20 рублей в сутки. И причем там не очень очевидно написано про 20 рублей, там написано вот такая кнопка здоровая, да, я хочу. Вы нажимаете на нее, и вас автоматически подписывают. А потом вы думаете, куда ушли все деньги, которые вы положили на особый телефон. На самом деле они там втихаре снимаются каждый день. Это обычно бывает у Мегафон и МТС. Насколько я знаю, у Билайна и у Теледва такого сервиса нет. Ну, то есть это не Мегафон и МТС виноват. Это, естественно, виноваты, даже не то, что виноваты, этой возможностью пользуются хакеры. Вот так вот, для заработка. Но вот у этих сотовых операторов. Что еще здесь может быть из проблем? Монетизация контента. Ну, вот здесь по некоммерческим организациям у меня пример только один, это когда подменяются платежные реквизиты. То есть можно там вместо Яндекс.Денег вставить свой кошелек и получать на него пожертвования. Или там вместо платежных реквизитов банковских вставить какие-то там хакерские. Вот. Таким образом могут заработать. Если это коммерческий проект, то там, допустим, может быть какая-то клиентская база, которую можно своровать и продать где-нибудь. Мы про школьников говорили. Вот я видал такой человек в инстокласс. У меня знакомый тоже в инстоклассе полтора, наверное, такой. Ну, это правда. Да, ну не могу сказать, что это очень здорово, но... Не, мы пожертвовали на стенах для контрастроения. Да, такое бывает. А далее, что еще? Может быть, уничтожение сайта. Ну, уничтожение сайта здесь или по заказу, скажем, конкурента, если есть конкурирующая организация, которая хочет, чтобы, ну, там, кто-то что-то делить, скажем, клиентскую базу. Или это может быть просто хулиганство какое-то, там, хакер решил попробовать свои силы, взял, взломал сайт и стер все. Шпионаж. Я уже приводил пример. Допустим, это воровство клиентской базы у сайта таксопарка. Можно разместить на формочке шпиона, который будет сливать все данные на e-mail. Или это может быть, допустим, интернет-магазин, у которого есть система приема платежей. На этой системе приема платежей можно разместить JavaScript, который будет из формы обворовать данные банковских карт и отправлять, опять же, когда-нибудь злоумышленников на e-mail. Ну, и хулиганство. У нас был пример, когда у интернет-магазина все товарные позиции на матерные слова заменили просто. Ну, то есть это смешно, конечно, со стороны смотрится, но это печально для владельца сайта, потому что ему было не очень смешно. То есть это просто радио хулиганства сделано было. Такое тоже бывает в результате дипломок. Ну, я слышал, что в основном всякие атаки проводятся на, ну, типа, виноват ли выдел, что здесь происходит. Вот, да, об этом будет вся вторая часть, про людей, почему они являются одной из главных уязвимостей. Ну, вопрос, типа, нет способа без слушан-инженерика это сделать? Есть через технические какие-то, там, допустим, машины, какие-то настройки сайта или через уязвимости на сайте. Можно просто разломать через дырки в сайте. Ну, там, поставить какой-нибудь плагин, у которого есть уязвимости. И через эти уязвимости хакеры загрузят свои, там, вирусные файлы. Ну, можно еще? Да. Считайте себе шпионажный сбор подписчиков, скажем, чужих подписчиков себе тоже. Шпионаж, я буквально два дня назад был на семинаре про инстаграм, да, и лекцию прям, ну, как бы, давал программу, я не помню, сейчас это называется, которая, ну, фактически он рекламировал ее, которая как бы официально забирает подписчиков по той же теме, скажем так, у конкурентов себе. Если подписчики не дают согласия, то сбор вот этих персональных данных, это незаконно еще. Законная заработанная варианция, это ли? Есть закон 152ФЗ, который приняли, ну, не очень давно, скажем так, который обязует всех операторов персональных данных как минимум предупреждать, и как максимум, чтобы посетитель сайта, чтобы человек, который оформляет заказ, обязательно соглашался с политикой обработки персональных данных, а к персональным данным сейчас перечисляется очень много, там, email, IP-адрес, вот это все собирать под шумок нельзя, то есть это против закона. Нарушение за отсутствие согласия на обработку персональных данных, кстати, полезная очень для вас информация, это касается и коммерческих, и некоммерческих организаций, что вот если у вас есть форма обратной связи, вам обязательно нужно добавить там ссылочку на соглашение об обработке персональных данных, чтобы пользователь поставил галочку, что да, он согласен с этими правилами, он передает вам эти данные, и он согласен со всем, что вы можете их дальше там как-то обрабатывать в соответствии с тем, с теми положениями, которые у вас оформлены вот в этом соглашении об обработке. И это соглашение об обработке, опять же, должно быть оформлено в виде документа и лежать на сайте. Да. Я просто дополню, соглашение должно называться политикой. Политикой, да, политикой. Да, но это должно быть еще, если вы собираете... Там, на самом деле, 40 документов у оператора должно быть. 30 тысяч рублей. Это достаточно большой пакет документов, если что. И закон о персональных данных, 1100 рублей принят. Ну, вот там штрафы были 3000 рублей, никто серьезно к ним не относился. А после того, как начали на 50 тысяч штрафовать, все сразу подняли некую такую бучу, бурление. И сейчас практически на всех крупных сайтах, если вы посмотрите, всегда внизу в форум стоит галочка, ссылочка на политику обработки вот этих персональных данных. Можно почитать, из чего она состоит. Как определяется вот этот оператор обработки персональных данных. Есть и много жалко поступать в русском обзор. То есть, это как раз в этой области контролирующего органа. И они достаточно эффективно, и быстро, и быстро. Да, это очень удобный способ, в том числе и пополнение казны. Поэтому, вот, были очень много случаев, в частности, в Астрахани, я знаю, там 3 или 4 судебных, было уже прецедента, связанных как раз вот с этим. То есть, штрафовали организации на большие сны. Поэтому, да, всем разработчикам сайтов настоятельно рекомендую добавлять этот пункт к себе. Тогда, получается, эта программа незаконна? Незаконна. Ну, вот, с точки зрения 152 ФЗ, нет незаконна. То есть, как он говорил, все этические точки зрения, это ненормально. Ну, то есть, когда... Да, я так, для себя, я понимаю, что это ненормально, но, может быть, в среде в этой как-то это все... Ну, вопрос этики, он вообще всегда такой очень размазанный. Кто-то считает, что вот так вот достаточно можно, а кто-то считает, что это совсем нельзя. То есть, есть серая зона, которая не совсем, чтобы очень нарушает, но и не является белой. Поэтому вот это в серой зоне где-то. То есть, это не вот прямо шпионаж, но и ненормально с точки зрения законодательства даже. Вот. Перечислять не буду, наверное, прочитали уже то есть, что бывает после глоба. Макируют сайты, там, может какие-то редиректы быть, могут какие-то там рекламные вылазить пленеры и так далее.